Шестой класс, двадцать пятая серия. Графы. Граф – это набор точек, некоторые из которых соединены линиями. Эти точки называются вершины, а линии называются ребра. Степень вершины – это число ребер, выходящих из вершины. В степени вершины может быть числом четным, тогда вершина называется четной, а может быть числом нечетным, тогда вершина называется нечетной. В первом графе все вершины четные, степень каждой из этих вершин равна четному числу 2. Во втором графе все вершины нечетные, степень каждой из них равна нечетному числу 3. А в третьем графе две вершины нечётные и две вершины чётные. Число нечётных вершин в графе всегда чётно. Давайте ещё раз определим число нечётных вершин в каждом графе. В первом нечётных вершин нет вообще, то есть ноль нечётных вершин. Во втором графе четыре нечётные, в третьем две нечётные вершины. Итак, число нечётных вершин чётно. Две вершины, четыре, ноль – это чётные числа. Что такое связный граф? Это граф, в котором любые две его вершины можно соединить путём. Непрерывной последовательностью рёбер. Вот так, например. Это связный граф. Из любой вершины можно попасть в любую другую по рёбрам. Граф можно обойти, пройдя по каждому ребру только один раз, если граф связный и нечётных вершин ноль или две. Причём, если нечётных вершин нет вообще, их ноль, то мы тогда начинаем обрисовку в какой-то вершине и в ту же самую вершину и приходим. Если же нечётных вершин две, как, например, вот в этом графе, вот это нечётные вершины, нужно начинать обрисовку в одной из нечётных вершин и во вторую вершину приходим. Эйлеровым путём в графе называется путь, проходящий по всем рёбрам графа ровно по одному разу. А эйлеровым циклом называется такой эйлеров путь, в котором начальная и конечная вершины совпадают. Например, мы начинаем движение в одной точке и в эту же самую точку мы и приходим, пройдя по всем рёбрам ровно по одному разу. Задача первая. В классе 25 человек может ли быть так, что у каждого в классе ровно 5 друзей? Другими словами, существует ли такой граф, в котором 25 вершин и степень каждой вершины равна числу 5? Давайте попробуем определить число рёбер в таком графе. 25 вершин. Степень каждой вершины равна 5. И чтобы определить число рёбер, нужно значение этого произведения разделить на 2. 125 на 2 не делится. Значит, такого быть не может. Вторая задача. Можно ли обвести карандашом, не отрывая его от бумаги и не проводя по одной линии дважды выпуклый пятиугольник с диагоналями? То есть нам нужно определить, сколько нечётных вершин будет в таком графе. То есть если их будет 0 или 2, то тогда это возможно. Так, ну давайте построим выпуклый пятиугольник с диагоналями. Так, степень каждой вершины равна чётному числу 4. Нечётных вершин нет вообще. Значит, построение возможно. Так мы можем построить, не отрывая карандаша от бумаги и не проходя по одной линии дважды. Третья задача. Какое число надо отнять от числителя и знаменателя дроби 23,47, чтобы получить 3,7? Так, давайте это число обозначим за х. Итак, отнимаем от числителя и от знаменателя. И получается дробь 3,7. Так, по свойству пропорции, произведение крайних равно произведению средних. Так, надо составить уравнение и решить это уравнение, найти значение х. Раскрываем скобки. Распределительное свойство умножения надо применить. Затем решаем уравнение и находим значение х. Х равен 5. Значит, нужно отнять 5. Действительно, если мы отнимем 5 от 23, получится 18. От 47 отнимаем 5, получится 42. И после сокращения вот этой дроби мы действительно получим 3,7. Итак, ответ в этой задаче надо отнять число 5. Смотрите продолжение в следующей угрüzе. Продолжение следует... Продолжение следует...